Ставим одну звёздочку, напишем просто говно, потому что мы интеллектуалы. Игра сказала, что у меня IQ выше сотни. Имею право. Какое прекрасное утро. Идеальное для того, чтобы поиграть в голожопые игры. Хао всем, ребятки, с вами, как всегда, Фокс Неллы. Как вы уже поняли, сегодня мы с вами продолжим проходить охренительные, шикарные и просто невероятные тесты в играх в плеймаркете. А делать мы это будем в не менее невероятной игре под названием Head Challenge. Вот так вот мы прокачаем свой мозг, у нас будет мозгокач. Но для этого нам нужно решать голожопые челленджи. И давайте начнём. И первый уровень нас встречает английским языком. Я чё-то не понял, чё это такое? Чё это за басурмания такая началась? Ну ладно, это мид-шмидт вот сюда вставляем. Nice to meet. В принципе, звучит нормально. У меня английский на уровне первоклашки. И вот нормально всё звучит. Я думаю, подходит. Но нет, очевидно, нужно вставить вот сюда. Nice to meet, ёооо, приятно тебя повидать. Ооо, шарики, ооо, мы прошли первый уровень. Мой IQ 72,5? Серьёзно? Так мало? Нет, мне нужно больше IQ. Мне нужно пройти больше уровней. И это точно та игра? Нет, ну вы видели эту картинку? Ну, это чё-то не очень похоже на ту картинку. Ну, хорошо. How questions have fun, Schwerth? Do you need to find it? О, да, я из Англии, если что. IQ упал! Нет, IQ теперь 74. Нет, нужно проходить уровни быстрее. Так, где моя тень? Так, так, так. Твоя тень вот здесь. Уровень пройден. Надеюсь, что IQ повысилась. Да, IQ повысилась до 77. Замечательно. Нужно повысить IQ до 100. Так, убираем облачка и растения начинают расти. IQ уже 80. Боже, да я умнею по секундам. Так, мне нужно закончить всё. Ну, тут всё логично. Меч плюс рыба равно рыба-меч. Всё, так. IQ уже 81. Охренеть, какой я умный. Так, мы должны достать котику рыбку. Так, достали рыбку. Котик счастлив. Шестой уровень пройден. Охренеть, IQ уже 82. В глазах кошки все вещи принадлежат к кошкам. Почему вы половину игры перевели и половину игры не перевели? И почему всё так всрато? Хотя, неважно. Мы продолжаем. Мы ищем кликбейтные уровни, которыми нас забайтили. Так, ладно, это элементарный уровень. Лёд мы сопоставляем со снеговичком. Слюнки с пончиком. А облака с радугой. Всё. Очень простой уровень. Поздравляем. Horey for you. Да. Horey for me. It's 100%. И нужно найти объекты. О, нет, ладно, тут довольно легко найти объекты. В принципе, я могу кликать, куда попало, и рано или поздно попаду на нужные объекты. Но я их и так нашёл. Так что расслабьтесь, всё нормально. И ничего лучше, чем пикник. Просто как факт. Это вот тебе говорят. Ничего лучше, чем пикник. Но это неправда. Нет, ничего лучше, чем твой лайкосик под мой видосик. Так что прямо сейчас ставь лайк, иначе мы до соте на IQ сегодня не дойдём. Нет, не дойдём. Так что лайк ставь, а мы продолжаем. Так, какая это страна? Да, может быть, Китай? Ну, как вариант. Или США? Хм, да, я помню, в США видел вот такое вот. Да, конечно. Нет, конечно, это Египет. Это тоже простой уровень. И серьёзно, вы меня ещё и ждать заставляете. Хорошо, что у меня есть три подсказки. Если мы столкнёмся с невероятно сложным уровнем, то мы сможем взять подсказку. И поздравляем, это точно. IQ повышается. Супер. Кто? Мать, ребёнка. Ну, блин, на самом деле это элементарно. Так, включаем нашу дедукцию и понимаем, что у этой большой злой тётки форма лица, как у ребёнка. А ещё у неё платье, знаете, в такой горошек сердечный. И у ребёнка тоже одежда в горошек. Так что она мать ребёнка. И я угадал 100%. Ещё у них волосы одинаковые. А вторую тётку по какой-то неизвестной мне причине посадили в тюрьму. Я не знаю зачем. Мать навсегда благороднейшее чудо в этом мире. Ой, обожаю алиэкспрессные переводы в играх. IQ уже 89. Не, ну я почти поумнел до пятиклассника. Это отличные новости. А это чё такое? А, видимо, мы должны её в правильное место поставить. Ну, выглядит довольно легко вроде как. Да, поставили. Всё. У-у-у-у-у-у. А где кликбейтные уровни, которыми вы меня байтили? Я на правильном пути? Хорошо, IQ уже 91. И это же точное повторение прошлого уровня. Серьёзно? А, теперь ещё глаза ему нужно найти. Вау. И клювик тоже. Конечно. Всё. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Мне кажется, каждая следующая такая игра тупее, чем предыдущая. Вот чем больше я играю в различные игры, тесты, тем всё тупее. Если вначале хоть был какой-то челлендж, сейчас мы просто жрём печеньку. Всё. Понимаете? Мне даже думать не надо. Игра называется, мать его, Head Challenge. Вы должны напрягать мою голову. Вы должны просто все соки из моей башки выжать. А вы говорите, ешь печеньку. Спасибо, чё? Так, эти ребятки у нас, видимо, смотрят фильм. И что я должен найти? Ааа, I hate you. Нет, не подходит им. Нужно найти I love you. Так, где? А вот, I love you. О, всё. Они счастливы. Какой милый уровень. IQ уже 97. Мне кажется, что когда я дойду до сотни, я настолько преисполнюсь в своём сознании, подсознании, пересознании, что просто удалю нахрен эту игру. Ну а пока я должен понять, что кому подходит. Но вот это рабочий... Нет, нет. Вот это рабочий. Это у нас художница. Это повар. А это просто джентльмен. И всё. Я подобрал им правильные шапки. Охренеть, боже мой. Какой я умный. Я просто в шоке. Мой IQ не знает границ. Выберите что-то другое. Выбираю уйти. Спасибо за выбор. Уровень нихрена не исчез. Вы меня обманули. Ладно. Выберу книгу. Потому что книга не умеет летать, в отличие от всех остальных объектов. Я победил! IQ 101! Фу! Я действительно большой. Есть мозг. Фу-фу! И игра не закончилась. То есть как? То есть что? А что дальше? Нужно найти чёрную утку. Это жёлтая утка. И это. И здесь. И тут. И здесь опять нет никакого челленджа. Нужно просто всех прокликать. Я нашёл чёрную утку. Ох-ох-ох-ох. А чёрные утки бывают? Я никогда в жизни не видел чёрных уток. Но ладно. Я хочу есть кря-кря-кря. Где кликбейтные уровни? Этот чувак падает на шипы. Ааа. Прям с жопой приземлился. Я, кстати, проходил такие уровни. Можно ему шарик нарисовать. И он 100% умрёт, конечно же. Ладно. Нужно вот такую вот штуку нарисовать. И он выживет. Всё. А, сел. Ха-ха. Класс какой. Хова. Танцуем. Флекси. Майки уже 105. Твоя любовь спасла меня от терней жизни. По-моему, от терней смерти моя любовь тебя спасла. Хотя я тебя не люблю, странный чёрный человечек. Ооо. Опять искать объекты. Просто замечательно. Я точно не играл в эту игру. Потому что эти игры становятся настолько похожими. Так. Ладно. Давайте я напрягу свои извилины и попробую сам найти эти тупые предметы. Я, кстати говоря, почти все нашёл, пока это говорил. Мне осталось только какой-то листочек найти. Вот он. Всё. Замечательно. 19 уровень пройден. И если мне не встретится кликбейтный уровень, мы пойдём и поставим этой игре отзыв в одну звёздочку. И, кстати, почитаем ещё отзывы. Посмотрим, чё люди пишут. Не прикасайтесь к экрану. Но это я могу. У меня тут экрана нет. У меня тут только мышка. А экран монитора не считается. Поэтому я его и глажу. Какая страна. О, какой сложный вопрос. Это Великобритания. Боже мой. А тут будут сложные уровни вообще? До какого уровня нужно дойти, чтобы появился челлендж? В Англии они выгуливают рыба. Спасибо за... Факт? Что это? Преднаркомана по ДОСД? Так. Очень интересно. Вот это вот уже заставляет задуматься. Есть клавиатура, есть ключ и есть доска. И о чём мне это говорит? Да, в принципе, ни о чём. Это вообще не связанные предметы. Ключ плюс доска равно клавиатура. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Ааа, о боже мой. Это была отсылка к английскому. Потому что на английском клавиатура называется Keyboard. Ну, понимаете вы, да? English. Keyboard. Ключ доска. А как я должен был догадаться, если я, к примеру, не знаю английского? Могу спидранить эту игру. Давайте быстрее уровни меняйте. Ты такой гений? Да, я такой гений. Посмотрим, сколько я сегодня смогу пройти уровней. А я думаю, что немного. Найти ошибку с четырьмя точками. Четыре точки это не ошибка, это факт. Я её нашёл, кстати говоря. Вот она улетела. Всё, уровень пройден. Охренеть! Какой я умный! Они просто чувствуют головокружение от меня. Найти доказательства и правильно выбрать мужа для неё. Вот оно доказательство. Ага, и вот он её муж. Замечательно. Это было элементарно. Слишком элементарно. Давайте сложнее мне какое-нибудь дерьмо. Я бесконечно тебя люблю. Вот кто эти надписи придумывает? Потому что они максимально бессмысленные. Тут нам нужно, видимо, сопоставить предметы. Лейка к цветочку. Фотка к фотоаппарату. Монетка к копилке. А нитки к швейной машинке. Тоже элементарный уровень. И мне кажется, что даже людям с IQ минус 118 удастся пройти ваши охренительные уровни. Ну ладно. Принесите еду к нужным людям. Давайте на рандом потыкаем. Потому что эта игра прощает ошибки. Вот, просто переносим и всё. А, что? Я только пончик угадал. Ну хорошо, тогда кофе тебе, а бургер тебе. Всё замечательно. Можно вообще не париться. Можно с закрытыми глазами. Проходите, получайте IQ 121. Продукты питания. Ешьте это быстро или вам придётся поделиться. Ха! О, нет. Ну, чё это такое? Ну, не надо так. Ну, сложно же. Вот, синее минус красное равно 6. Мне это о чём говорит? Это 0? Чёрт. Может быть, это 9? Чёрт. Ладно, давайте наугад. Это слишком сложное уравнение для меня. 6, 7, 3, 4. О, 4 на рандом натыкал, кстати говоря. А-а-а! 124 IQ! Я просто настоящий троппер. Охренеть. Ещё бы знать, что это. Инструкция к завариванию дошика. Первое, что нам нужно сделать, если мы хотим заварить дошик, это, собственно говоря, кинуть дошик. Потом нужно залить его кипячёной водой и специями. Дальше немного подождать. И, наконец, мы можем кушать дошик. Уровень пройден. Не, ну вот такие вот уровни я могу пройти. Как бы действительно, если у тебя IQ 127, ты умеешь заваривать дошик. Так, нам нужно понять, что это за курица. А-а-а... Ну вот это, кстати говоря, сложновато. Тут можно по хвосту и гребешку, наверное, догадаться, что это вторая курица. Да, я угадал. Прошли 30 уровней, и у нас на это ушло буквально минут 10. Когда, споря с курицей, зерно кукурузы всегда неправильно. Цитаты великих куриц, видимо. Божечки-то мои. Ну, вы серьезно? Это Бразилия. Это тоже элементарно. Так, здесь мы должны найти правильную руку, чуваку. Эм... Ну, это тоже вроде легко. Вот эта рука? Нет, не подходит. Значит, вот эта рука. Да, все, подходит. И моя страсть в прохождении этой игры просто не имеет границ. Так, опять элементарный уровень. Совмещаем все это. Как вы думаете так быстро? Да просто вы даете мне тупые уровни? Save the zebra! Нарисуем просто деревяшку. Почему не работает деревяшка? А, класс. Я убил льва. Замечательно. Просто простите, эта любовь была запрещена, и поэтому мне пришлось скинуть на льва палку черную. Я не хотел. И меня определенно закликбейтили. Вот запомните, как выглядит эта игра. Вот все. Запомнили. Да, все нормально. Теперь возвращаемся обратно в плеймаркет. И вот как выглядит она здесь. И вот посмотрите, сверху написано, что это второй уровень. Да, как бы все логично, все нормально. И стоп, нет, нихрена не нормально. Мне даже выбор такой особо не дают. Здесь нам нужно выбрать либо палку, либо кусок мяса. Это у нас по идее должен быть второй уровень. Но нифига не второй это уровень. Или, к примеру, вот это тоже достаточно кликбейтный уровень. Чувак сжег девушку тоже на втором почему-то уровне. Это все гребаный кликбейт. Вот вы меня забайтили. Я иду писать отзыв с одной звездочкой. Давайте для начала только чужие отзывы почитаем. Эм, кто-то написал поделиться. И разработчики ответили ей. Thank you very much. Эм, что же, Наталья, спасибо за столь познавательный отзыв. Этот отзыв был полезен? Да, да, спасибо. Но не так весело. Игра для детей, вопросы тупые. Сколько? Ставим одну звездочку. Напишем просто говно. Потому что мы интеллектуалы. Игра сказала, что у меня IQ выше сотни. Имею право. Ну а вы имеете полное право поставить лайкосик под моим видосиком. Если вы хотите увидеть больше тупых игр на моем канале. Если хотите увидеть их меньше, то пишите об этом в комменты. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить умные игры. Чтобы в принципе ничего не пропустить. Ну а с вами сегодня был Fox Neo. Это самое. Увидимся там потом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok